Этот проект – последний из запрашиваемых в архиве. Чертёж железнодорожного вокзала в Кишинёве архитектор Щусев создал в 40-е годы. В таком виде здание сохранилось до сегодня. В архиве говорят, украинский архитектор с нуля проектировал стратегический объект. Предыдущие строения были полностью разрушены. Первоначальное здание, первое, которое там было построено, датируется 1870 годом. Оно реконструировалось, простояло довольно долго, однако было разрушено в течение Второй мировой войны. В 1944 году, поскольку Молдова была оккупирована фашистскими войсками, они восстановили это здание. Однако уже в 1945-м то новопостроенное здание снова было разрушено. В этой комнате все проектные документы уникальны. В Центральный научно-технический архив передают наработки более трёх сотен организаций. Самые видные учёные, самые видные научно-исследовательские разработки после проведения экспертизы ценности попадают в наш архив на вечное хранение. У нас в архиве хранится документация, которая делалась нашими учёными для 26 стран других стран. Но хранить бумаги нужно в особых условиях, говорят в архиве. Определённая температура воздуха, отсутствие прямых солнечных лучей и обязательная влажная уборка. Сотрудники рассказывают, это помещение изначально не приспособлено под архив. Даже побеленные стены – нарушение правил хранения. Ведь это дополнительный источник пыли. По идее, надо, чтобы они были покрашены. Но у нас, к сожалению, так получается. Чаще всего не хватает финансирования. Так же, как вот тут, почему у нас не 17 градусов, а больше 20. Но нет у нас кондиционера. Нет на это денег. Впрочем, в последнее время отсутствие необходимого финансирования на условия хранения документов в этом здании отходит на второй план. С 2006 года учреждение просит новый дом. В этом архиве находится более полумиллиона единиц научно-технической документации. На данный момент это примерно 97% заполненности. Но необходимость переезда возникла не из-за нехватки помещения. Уже несколько лет здание архива находится во владении церкви, которая требует его освободить. О том, что их здание передали церкви, узнали несколько лет назад, говорит директор архива. С тех пор и началась длительная переписка с властями. Все отвечали – посодействуем. За семь лет собралась целая папка обещаний. И сейчас решение зависит только от кабинета министров. Яварийский, Верховная Рада, который просит принятие решения, что это размещено в Центральном Державном Техническом Архиве Украины. Было такого нет решения. Богатырева, пишет Микола Яновича, нашему, Азарову, шановному. Дело в том, что церковь частично это здание начало сдавать в аренду. И у нас нет возможности организовать четкую охрану. Ну, как можем, так мы, в общем-то, охраняемся. Ну, все равно здесь проходной двор, нам делают замечания все это. Ну, а там будет свое здание, свое помещение. Когда дело дошло до кабинета министров и осталось лишь подписать указ, рассказывать директор архива, им уже показали здание, в которое переедет учреждение. Бывшая казарма просторна и вместит не только эти документы, а и планируемые поступления на ближайшие полсотни лет. Вот это вот здание, это вот фотография, которая, она была заросшая со всех сторон. Мы убили там территорию. Ну, и помимо этого мы начали заниматься уже проектированием, как говорится, самого расположения служб в этом здании. Когда здание окончательно передадут архиву, неизвестно. С досадой признают сотрудники. Кроме того, опасаются, что не сразу найдут деньги на перевозку документации. За 40 лет в здании на Университетской накопились десятки тонн ценного груза. Анна Сердюк, Павел Кубраков, Объектив неделя. Продолжение следует...